спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы приморский парк победы зеленая зона крестовского острова и центр всего городского спорта здесь проходят марафоны благотворительные забеги и спортивные фестивали на протяжении всего года туристический сезон белых ночей события проходят чуть ли не каждый день здесь располагается петербургский грибной канал одно из самых знаковых мест российского спорта грибки были среди первых икон советской атлетики и именно они в значительной мере сделали ее великой проложив дорогу другим отечественным спортсменам здесь проходят удобные велодорожки которых так не хватает северной столицы в целом их становится все больше и когда петербург станет полностью комфортным велогородом мы будем знать что все начиналось с крестовского острова морский парк просто удобное место для пробежки или тренировки особенно в группах часто во время очередного скажем марафона видишь парке группы бегунов которая движется в противоположном направлении а это обычные любители бега вышли потренироваться и отчаянно ищут пути обхода соревновательной трассы и конечно по приморскому парку победы идут болельщики фанаты которые движутся к главному стадионному кластеру города вплотную к парку расположена огромная газпром арена уютная сибур арена легкоатлетический манеж и ватрек локосфинкс и баскетбольная академия зенита в разгар спортивного сезона особенно в середине осени как раз как сейчас вы можете встать на одном месте на площади у газпром арены несколько раз оглядеться и увидеть представителей всех основных олимпийских видов спорта от футбола и волейбола до фехтования и борьбы все они приходят сюда в результате сложилась уникальная для северной столицы ситуация приморскому парку победы просто не нужны зоны воркаута и спортивные площадки чтобы быть центром доступного спорта достаточно здешних стадионов этот район ежедневно привлекает тысячи любителей здорового образа жизни и просто поклонников пеших прогулок приморском парке можно не только гулять но и смотреть на памятники здешняя архитектура посвящена в первую очередь великой отечественной войне и городам по братимам петербурга которых между прочим насчитывается 73 по всему миру от буэносареса до кейптауна например одно из самых знаменитых местных сооружений каменный фонарь в японском стиле это подарок от города осака на день рождения на то самое легендарное трехсотлетие петербурга фонарь сделан из камня добытого в окрестностях осаки выполнен строго в традициях японского ландшафтного дизайна как раз мимо этого фонаря очень любят прокладывать трассы для бегунов больше привлекает только фонтан на центральной аллее вокруг которого всегда располагаются палаточные городки для всяческих фестивалей по приморскому парку победы проходит значительная часть трассы марафона белые ночи удивительного марафона который стартует поздно вечером и проходит ночью а заканчивается ранним утром с рассветом участники этих забегов никогда не страдают от дневной духоты но и в темноте не теряются ведь старт проходит в разгар белых ночей в июне посмотреть такое время на парк это незабываемый опыт сентябре мы рассказывали о кроссе нации самом массовом спортивном старте россии его петербургский этап тоже последнее время прописался на территории приморского парка победы хотя старт и финиш нынешнем году располагались за газпром арен а под пешеходным мостом который ведет к стадионом от метро зенит располагается небольшой скейт-парк это уже петербургская примета если есть пешеходный мост под ним обязательно заведутся скейтеры и райдеры и эти площадки практически никогда не пустуют самое интересное что все это только начало приморский парк побед находится в самом развивающемся районе города и со временем может стать чем-то еще больше а и Субтитры сделал DimaTorzok